Она не может двигаться, когда будут разрезать ей животик Она понимает, что желудок пустой Ага То есть это антибиотик? Описывалась Что такое? Да Ветеринар оперировала Алису Мы обнаружили нечто невероятное Привет, я Энни Мэджик, со мной тут мои собаки, кошка И сегодня будет видео об операции по стерилизации кисы Алисы Я очень нервничаю по этому поводу, как и любой хозяин, наверное В общем, я отношусь ко всем этим вещам очень серьезно Иногда даже через чур, возможно Так что вы все увидите сами Подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать новые ролики И ставьте лайк в поддержку киски Алиски Я очень давно занимаюсь помощью бездомным животным И знаю, что в России, я думаю, и в других странах тоже Очень много бездомных кошек и котят Я живу сейчас в небольшом городке Я снимаю квартиру и вижу, как на улицах просто огромное количество Никому не нужных кошек и котят гуляет Сама киска Алиска была спасена мною Из канализации вытащена Скорее всего, ее хотели утопить Потому что, как ни странно Как будто мы живем, блин, я не знаю, в средневековье Здесь очень распространено топить котят Если кошка родила, просто взять их и топить Потому что пристраивать их очень сложно Потому что у людей есть свои кошки Они их покупают каких-нибудь там породистых Зачем им эти котята? Я не хочу пополнять эти ряды котят и кошек Которых потом нужно пристраивать И Алиска рожать не будет Большинство профессиональных ветеринаров Они говорят, что если кошка рожать не будет То лучше для ее же здоровья ее стерилизовать Тогда меньше шансов, что она будет заболевать какими-то болезнями В общем, для нее это будет гораздо лучше И я согласна с этим ветеринарами Я прочитала очень много статей на эту тему И считаю, что они абсолютно правы Я была удивлена, когда переехала в маленький город Что здесь нормально топить котят Как бы вообще, блин, как так? Кошка родила и взяли, просто утопили котят Я думаю, что Алиска была тоже утопленницей Но просто так случилось, ей помогла вселенная И я спасла ее Но ситуация уже меняется Люди начинают развиваться, думать головой И даже вот ветеринар, который у нас здесь работает Сказала, что даже в деревне уже ее вызывают Чтобы она стерилизовала кошек Я никак особо к операции ее не готовила Единственное, я ее не кормила То есть лучше не давать какую-то еду ей Перед операцией И, в принципе, вот и вся подготовка Сначала Алисе делают укол Который обезболивает Который расслабляет все мышцы То есть она ничего не чувствует Ноги, лапы провисают Голова тоже Она не может двигаться Ее привязывают к столу Чтобы она лишний раз не дернулась Это делают всегда Потому что, блин, я прям нервничаю Когда будут разрезать ей животик Чтобы сделать операцию Чтобы животное не дернулось И случайно ничего опасного не произошло Ну, вдруг, мало ли что Она там проснется или что-то почувствует Но в идеале она ничего не должна чувствовать Она должна просто вот так вот лежать Выглядит это, конечно, жутко Но вот именно так это и происходит Сама операция заключается в том Что ветеринар делает надрез на животе Достает органы И отрезает там ненужное Я не буду углубляться в подробности В общем, выглядит это жутко Очень тяжело для хозяина Хоть ты знаешь, что Киса Алиса ничего не чувствует Все равно это очень страшно И просто Особенно для тех, кто не переносит Вот эти все вещи, типа кровь Там, шрамы, разрезы Ну, грубо говоря, можно так-то Когда дадут до миски сама Отставить, ей миску не надо Дошла до миски Отбить, можно есть Сегодня не стала бы давать еду То есть, если вечером Прямо вечером, потому что Видите, что отошла и просит То можно А так ее будет подташнивать Она понимает, что желудок пустой Но его надо забить И вот это вот в тошноту Закончили в 18.30 Сейчас в 19.04 В 4-6 часов Алиска будет отходить от наркоза Я дверь закрыла, чтобы Алиске никто не мешал Чтобы она одна побыла Чтобы никто ее не трогал Да, Алиска Еще ходить не может Она сейчас пока будет лежать, спать Бедняжка наша Лизать пыталась, и у нее теперь нос в этой штуке Ну, это не страшно Она горькая Она такую Ее много не съест А по составу это убит В цикле То есть, это антибиотик Ничего страшного Если он попадет в организм Там настолько его немного Что Ну, короче, вот Оставить так Пусть так будет Дышит, да? Да, потому что под тактиками Бывает Начинает мокнуть А мы не успеваем Увезди Вот здесь у нас сам шовчик Здесь побрызгано Все Но ветеринар наша Аня Сказала не закрывать ничем Чтобы дышала Чтобы не прела там у нее А Алиска захотела полизать И в итоге Испачкала себе носик и ротик Но сказали, что не вредно Ничего страшного Пройдет в организм Если попадет Немножко антибиотика Уже прошло два часа Алиска подняла голову Уже у нас темно На улице Подняла и начинает пытаться встать Алиса Пытается вставать Не может Пока сил нету Еще Алис Еще рано Надо еще полежать Бедняжка Описывалась Такое бывает Во время Да Шевелится Алис Не вставай Сейчас я уберу Поменяю сейчас И Лапы прям холодные Холодные Да Хвостиком шевельнула Что такое? Очухалась 21.54 И Алиса Куда-то поползла Алиска Алис 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 Ты еще не можешь идти Нормально Полежи еще немножко Не ходи Алис Алис Ну куда ты идешь? Что такое? Алиса Алис Стой Видишь Даже ее мечу тебя останавливает Говорит Не ходи никуда Идет шатаясь Еле-еле в кухню Может пить правда хочет Ты пить шла? Точно есть хочет Есть тебе сказали не давать Алис Стой Короче Алиска Более-менее проснулась Капризничать начала Пошла куда-то на кухню Хотела кушать Кушать хочется Желудок пустой Кушать охота Да Воду пить не стала Собаку я все-таки пока убрала Пусть она будет одна Сейчас Без них Ладошки потеют и руки дрожат Вот даже сейчас Ноги тоже такие ватные Хотя уже все кончилось Алиска потом еще чуть-чуть вот вяленькая побыла Со временем вышла из наркоза Пару часов еще немного так повалялась На следующий день тоже достаточно вялая была И в этот день она конечно не ела Ей нельзя было ее кормить На следующий день она покушала с утра немножко Сама попила водички И уже даже ходила Ну конечно не особо так веселилась Прыгала там Радовалась Но в принципе все хорошо Да моя коша Давай покажем твой шрамик Ниточки вот такие вот Их этот шов Швы будут снимать через неделю Ветеринар снова придет проверить Как что все Здесь конечно же вот выбрито все Шерсть Алиска не любит чтобы живот ей трогали А сейчас тем более ей наверное это неприятно То есть она в принципе не любит чтобы живот гладили или еще что-то Короче вот так вот сейчас все выглядит Мне кажется все более-менее хорошо Да Алис Злюка клюка Сама по своей воле пришла сниматься на канал Magic Family волшебных питомцев Там сегодня ролик Ссылочка будет там Он выйдет после этого видео Посмотрите его Но вот когда моя тезка Аня Ветеринар оперировала Алису Мы обнаружили нечто невероятное Что Алиска у нас оказывается Толстая И для меня это конечно шок А что он дает? Там меньше калорий или как? Да, меньше калорий Ну опять же это тоже твоя Я там вообще против высококалорийной пищи Конечно она не прям супер мега толстая Как некоторые кошки бывают Но у нее есть лишний вес То есть я из-за того что она беспризорница с улицы У нее есть какая-то такая психологическая проблема Она не может чтобы еда не стояла в доступе Она начинает очень сильно нервничать Мяукать, переживать И я стараюсь чтобы у нее всегда была еда Чтобы она ее видела Она может даже ее не есть То есть она не доедает все Она просто должна знать что у нее есть еда И я пошла у нее на поводу И как бы оставляла еду все время у нее Потому что у нее вот этот вот Из-за того что она уличная бродяга Видимо в голове есть немножко Что вот заберут Не достанется Но наверняка вы видите вот в роликах Алиску И никто бы тоже не подумал Что она прям там толстая кошка Если смотреть на нее Она такая узкая, тонкая, сверху И поэтому мне не приходит в голову А снизу у нее все-таки шерсть немножко длинная И получается ты не видишь ее живота Который на самом деле может быть даже свисает Когда берешь ее на руки Живот же распластывается Вот как если человек толстый У него живот он ложится Живот же размазывается как бы И получается что он не такой уже толстый И я просто не заметила Что у меня кошка У кошки есть лишний вес Я узнала например Что все кошки Могут толстыми выглядеть по-разному Как и люди Как все мы То есть у кого-то могут быть щеки У кого-то могут быть толстые прям лапы Толстый живот Жир этот везде на шее Вот здесь А у кого-то как у Алисы Может быть только живот И ты его не особо видишь Потому что по бокам его как бы нет Он свисает вниз Это очень интересно для меня было Поэтому сейчас я буду заниматься Ее питанием Может быть даже подыщу Какой-то корм Для стерилизованных кошек Специальный Короче я думаю Что Алиска чувствует себя Уже совсем нормально То есть может она не особо там Прыгучая пока Потому что все-таки там Ой ниточки В животе И они могут тянуть Побаливать Но если она вот так вот играет Кушает Значит у нее все Хорошо Шо У меня есть еще одна Грустная новость Я сниму об этом видео скоро А вы переходите по ссылочкам На новые ролики На других наших каналах И увидимся Скоро в новых Видео Все Пока Пока